Приветствую вас! Я, честно говоря, думаю, что любые ярлыки, вот какими бы они ни были, да, они, они несут вред, потому что, ну, серьёзно, ярлык, вот он, какая разница, кто вы, да, какая разница, каким вы себя признаёте. Главное, что вам нравится сейчас, на данный момент вас активно и привлекает данная сфера, да, данный вид отношений, вот, а потом дальше будет что-то другое, да, то есть потом может, ну, поменяться ваш вкус, вот, может поменяться ваше мнение, может поменяться ваше, ваше желание, вот, и так далее, и так далее, то есть я думаю, что не нужно на себя навешивать какие-то ярлыки, это первое. Второе. Страх выразиться какой-либо болезнью, он возникает на самом деле не просто так, да? Совершенно очевидно, что ваши связи, ваши, так скажем, желания, они, по-видимому, вызывают у вас чувство запрета, да? Вы чувствуете опрощение, опрощение это, по сути дела, и есть запрет, собственно говоря, вот. Вот. Но запрет, очень интересная история, запрет на что? Понимаете, понимаете, нам? Вот. А запрет на что? То есть с чем связан запрет? С чем связан запретность? Я думаю, что это очень важный момент, потому что и ваш страх, к примеру, да? Ваш страх заразится чем-то. И ваши отражения это, на мой взгляд, одного поля ягоды. Вот. Абсолютно одного поля ягоды. И нужно с ними разбираться. То есть должна быть причина, должна быть причина, по которой вы себя так чувствуете. Должна быть причина, по которой вы себя так, ну, видите. Должна быть причина этого. Вот. Другой вопрос в том, да, готовы ли вы над этим работать и готовы ли вы это исследовать. Другой вопрос в том, что это за причина. Другой вопрос в том, какая причина это. Однако, как правило, все-таки это именно запрет определенного рода, вот. И от запретов, в принципе, вам можно избавиться, помочь избавиться от запретов, но в любом случае вешать на себя какие-то ярлыки, да, я бы не рекомендовал. Вот. Это первое. Это первое. А второе, 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 значит, то, что вы описываете, да, по поводу секса, абсолютно нормально в современном мире, абсолютно нормально. То есть может хотеться и с теми, и с теми, да, то есть биосексуальная ориентация, это куда более распространенная, чем ориентация какая-то одна, вот. Здесь опять же, да, здесь опять же история какая. История такая, что у вас есть запрет. Вот эти запреты, это ограничения, которые у вас имеют место быть, все это вам, по сути, мешает. И я думаю, что, поскольку вы, ну, испытываете явные проблемы, да, то есть отношений у вас нет, как договорились с девочками, вообще отношений нет, не было никогда, с мужчинами, соответственно, отношения у вас были. Вот, я думаю, с начала надо, конечно, снять запрет и вообще вам немножко раскрепоститься за то есть принять в себя свое желание, как бы раз в спина, освободиться от него. Ну вот. А так дальше уже будет видно. То есть очень часто бывает такая история, что, к примеру, ну, давайте я вот не на вашем примере, да, а на примере девочки, скажу, вот девочка, она, допустим, может встречаться, значит, с другими девочками, да, вот. Только потому, что у нее не получилось с парнями, ну, и не получилось, или не получается с парнями, вот. И я бы сказал, что это, в общем-то, довольно распространенная сторона, я бы сказал. Очень важно понять, свободный ли это выбор. У вас. То есть, свободен ли ваш выбор в том, что вы делаете, или нет. Потому что, если выбор не свободен, да, то есть вы, к примеру, выбрали, там, вот, мужчин, да, только, только, к примеру, ну, ну, к примеру, только потому, что с девочками не получают, к примеру. Что это совсем другая сторона. И тут нужно сперва ваши страхи разобрать, рассмотреть, а уже потом, собственно, и говорить. О том, как вам себя называть, кем вам себя называть. Ну, и так далее. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? А то, так оно, как-то, как-то, знаете, слишком поспешно выводы делать, получается, нужно. Ну, вот, а я не сторонник таких позиций, не сторонник таких решений, вот, поэтому, поэтому, думаю, и так. Ну, и обращение, конечно, обращение, конечно, это внутренний запрет, да, что, если вот, например, рассматривать психоаналитическую концепцию, то у вас есть проблемы, возможно, с отцом, в отношении с отцом, вот, из-за чего, собственно, вы такой вот неуверенный себе человек, да, из-за чего вы не можете построить отношения, из-за чего вы такой достаточно мнительный и боитесь всего и так далее. Вот, может быть, вся ваша история, это и является попыткой, к примеру, добиться, да, любви отца, может быть. Я не говорю, что это обязательно так, я не говорю, что это, бля, сама ваша история. Но, может быть, как, как вариант, как вариант, такая история вполне может быть, вот, я просто хотел бы, чтобы вы её, как бы, ну, не исключали. Вот, и, соответственно, уже можно будет посмотреть, соответственно, уже можно будет посмотреть на то, как и что вы делаете, к примеру. Вот, можно будет посмотреть, исходя, исходя уже, уже именно из этого, понимаете? Вот, поэтому, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, да, вот, который вы задаете. И, соответственно, 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 исходя из этого, можно планировать дальнейшую работу с вами, если вы хотите разобраться в этом. Конечно. А если, ну, если вам это интересно, к примеру, вот. А если вы задали вопрос, вот, просто, да, ну, просто вот так, то, соответственно, это общая информация. Да, то есть, как бы, ярлыков никаких нет, вот. Люди могут делать всё, что хотят, особенно в постели, да, могут делать то, что хотят. Так что, на этом всё, на этом всё, надеюсь, что помог вам. Если вы захотите проработать свою неуверенность в себе, если вы захотите проработать детской родительской отношения, вот, то обращайтесь к любому из психологов, вот, и мы вам поможем, будем рады, будем рады вам помочь. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.